Откроет ли дворец искусства в ноябре? Большой вопрос. На встрече губернатора с главными редакторами печатных СМИ Павел Коньков рассказал, что с этим зданием постоянно были какие-то проблемы и сейчас они снова появились. Театральный комплекс нуждается в серьезном обследовании. На его проведение выделено средство в размере 5 миллионов рублей. На наш запрос в Департамент культуры и туризма Ивановской области о том, ведутся ли работы, ответили, что пока подрядчик не определен и никаких комментариев до конца сентября мы не получим. Хотя почти месяц назад чиновники обещали, что обследование вот-вот начнется. Решение о комплексном обследовании зданий было принято в конце июня текущего года. На эти цели были выделены средства областного бюджета. В течение июля была подготовлена конкурсная документация, техническое задание по обследованию здания. В ближайшее время средства будут выставлены на конкурс и когда определится подрядчик, он уже приступит к комплексному обследованию этого здания. Время идет, а вместе с тем полноценная работа трех Ивановских театров уже нарушена. Артистам УЗ-театра приходится ездить на репетиции в Кохму, а драматический театр вынужден готовиться к открытию сезона филармонии. Как предполагается, комплексное обследование фундамента и несущих конструкций здания продлится до ноября. По его итогам будет принято решение, смогут ли театры работать во Дворце искусств. Павел Коньков пояснил журналистам, если специалисты разрешат, актеры будут там выступать. Если нет, правительство будет оценивать размеры бедствия, искать финансирование для поддержания и ремонта здания. Губернатор подчеркнул, что недопустимо рисковать безопасностью людей. Однако следует отметить, что рестораны и ночные клубы, расположенные в здании Дворца искусств, по-прежнему продолжают принимать посетителей.